здравствуйте здравствуйте мои дорогие друзья сегодня суббота а значит с вами я светлана и сегодня я хотела бы вместе с вами прочесть письмо которое было написано 1903 году своей любимой в канун нового 1904 года письмо составлено на двух открытках открытки мы тоже обязательно посмотрим совершенно не случайно очень продумано автором были подобраны открытки ну а в начале в начале давайте вернемся 29 декабря понедельник 903 год 7 часов утра доброго ясного утра моя кошечка дорогая сейчас прибыл с вокзала домой по санному пути при морозе а вы здесь вот неразборчиво ведь дождь и опять неразборчиво напутствованный твоими и маменькими доброжеланиями я добрался благополучно и удобно расположился по-домашнему до часу ночи погодствовал вспоминая и вторично переживая часы ласковой близости твоей моя роднушечка а с первого часа до шестого до самого утра крепко и здорово проспался сейчас сейчас даже не буду ложиться засыпать а подышу кислородом будь здоровенько и ты моя кошечка не не скучай не скучай меня вспоминай и знай что я весь твой люблю тебя крепко писать буду ежедневно приеду первого числа февраля вот здесь указано и скоро возьму тебя следующее письмо будет к четвергу новый год напиши ты мне к новому году хоть несколько строчек ах неразборчиво как чувствуешь себя как спишь как работаешь горячо обнимаю тебя в добром настроении проститься с памятным для нас 903 годом и с лучшими пожеланиями буду ждать новый 1904 год маменьки маме кланяйся приветливо твой беззаветно и подпись неразборчиво а что же изображено на этих открытках вот здесь где идет приветствие доброго ясного утра моя кошечка дорогая автор подобрал вот такую вот открытку с девочкой милашкой а на следующей открытке изображен вот такой вот парусник и читайте друзья что написано на парусах парусах смотрите наш наш житейский парусник и 1904 год у меня знаете такое подозрение что именно автор написал этот 904 год и быть может даже вот это вот надпись на на парусах и сделано самим автором этого письма к сожалению не удалось конечно же установить кому именно было отправлено это послание потому как отправил автор это письмо в конверте а конверт друзья не сохранился вот так вот любили писали 1903 году вот так вот ждали нового 1904 года конечно было бы очень интересно узнать как сложилась судьба этих двух молодых влюбленных людей ведь потом была революция гражданская война как как сложилась их судьба давно уже этих людей нет а эти строчки милые добрые нежные сейчас даже не буду ложиться досыпать не скучай меня вспоминай и знай что я я весь твой вот такие вот друзья писали письма в далеком 1903 году ну а пока пока друзья пока